Лена Бойко не вернулась домой из школы 21 мая 2007 года. Время возвращения пятиклассницы мама хорошо знала и забеспокоилась сразу, как только поняла, что дочь задерживается. Сотовый телефон девочке не отвечал, и мама помчалась в школу. Попутно набрала телефон и подруг дочери. Все они в один голос сказали, что ничего в школе не происходило, и после учебы все разошлись по домам, как обычно. Не обнаружив дочь в школе, мать позвонила ее отцу. Проживали они раздельно и попросила заняться поисками девочки. Сама же направилась в отделение милиции для подачи заявления об исчезновении. Перед началом хочу попросить вас не забыть поставить лайк после просмотра, написать свое мнение и подписаться на канал. Все это очень помогает продвижению и огласке данных историй. Также подписывайтесь на мой канал на Бусти, куда я делаю эксклюзивные видео без цензуры. Подписаться можно по ссылке в описании. Фотографии останков тут показывать нельзя, их я выложу в телеграм-канал, ссылка также в описании. Около двух часов ночи 22 мая 2007 года отец девочки обнаружил ее тело в подвале, того самого дома номер 9, в котором проживала Лена. Девочка была частично обнажена и задушена собственной одеждой. То, в каком виде было оставлено тело, не вызывало особых сомнений в сексуальном мотиве нападения. Оперативное сопровождение расследования лишения жизни было поручено отделению по раскрытию сексуальных преступлений. Именно эти люди и раскрыли дело о жестокой расправе над девочкой буквально в 48 часов. Уже предварительный осмотр тела показал, что преступник причинил жертве специфические повреждения. Но по результатам судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что семени маньяк не оставил. Стало быть, он воспользовался презервативом, что указывало на продуманность его действий и криминальный опыт. Улицы, большая и малая, находятся на Петроградской стороне Петербурга. Это район старой сплошной застройки, довольно престижный и хорошо обжитый. На пути движения Лены к дому находилось большое количество видеокамер, благодаря чему его быстро и без особых затруднений восстановили. Изучение записей показало, что девочка без всяких происшествий вошла в свой подъезд. Нападение началось в подъезде, и именно из подъезда ее затащили в подвал, там находился проход. Изучение видеозаписи принесло и другой важный результат. Никто подозрительный в подъезд перед Леной Бойко не заходил. Ни за 10 минут, ни за 20, ни за час. И даже за полтора. Преступник не может ждать жертву бесконечно долго, он попросту выгорает, выражаясь иначе, снимает потребность в одиночку. Среднее время поиска жертв преступникам составляет около 40 минут, может чуть больше, может меньше. То, что никаких подозрительных мужчин, входящих в подъезд на записях, обнаружить не удалось, могло означать, что палат жил в подъезде и попросту из него не выходил. Либо он действительно не входил в подъезд с улицы. Но он мог пройти в подъезд через подвал, в который существовало несколько входов, в том числе со двора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали некого подозрительного мужчину, входившего во двор дома номер 9, примерно за 40-45 минут до появления Лены Бойко. Почему мужчину сочли подозрительным? Да потому, что он не вышел из двора, хотя в доме не проживал и никто из жильцов его не знал, что выяснилось после поголовного опроса проживавших в доме людей. В принципе, двор был проходным, поэтому нельзя было быть уверенным в том, что в кадр попал именно палач. Однако, попробовать отыскать его следовало. Мужчина в доме не проживал и никто из жильцов его не узнал. Уйти он мог через подвал, но в подвале была погибшая Лена. И потом, если у человека честные намерения, то к чему такая конспирация? Опросам удалось выявить свидетелей, видевших подозрительного мужчину и даже неплохо его рассмотревших. Рост неизвестного составлял 178 сантиметров, что довольно просто определялось по кадрам видеозаписи и хорошо соответствовало показаниям, видевших его свидетелей. Это был брюнет, имевший хорошо различимую особую примету — старый шрам на верхней губе справа. То ли из-за этого, то ли по какой-то другой причине в лице неизвестного было что-то неприятное, по мнению свидетелей, он производил нехорошее впечатление. Обстоятельства произошедшего сильно напоминали случившееся вечером 8 декабря 2006 года на проспекте Стачек. Тогда в подвале многоквартирного дома номер 46 оказалась лишена жизни десятилетней Лида Погодина. Девочка вышла из квартиры буквально на 10 минут для того, чтобы забрать CD-диск у подруги, проживавшей в доме напротив. Когда Лида не вернулась, мама начала ее розыск и первым делом позвонила подруге, к которой направлялась дочь. Выяснилось, что Лида так и не явилась за диском. Розыск девочки начался немедленно и закончился в 23.35 обнаружением в подвале ее полураздетого тела. Над девочкой надругались точно так же, как и над Леной Бойко, после чего задушили собственной одеждой. Семени преступника криминалисты не обнаружили. Внимание сотрудников милиции привлекла информация о подозрительном мужчине, пытавшемся в предшествующие дни знакомиться со школьницами возле школы номер 388. Школа находилась на удалении всего 200 метров от дома, явившегося местом совершения преступления. В декабре 2006 года был составлен композиционный портрет этого человека. Приметы его хорошо соответствовали описанию мужчины, вошедшего во двор дома номер 9 по большой разночинной улице за некоторое время до появления Лены Бойко. Конечно, всех отмеченных совпадений было недостаточно для того, чтобы без колебаний заявить о появлении в Санкт-Петербурге серийного маньяка, который охотился на детей, однако подобное предположение следовало рассматривать как вполне вероятное. При осмотре вещей Лены Бойко и подвала, в котором было совершено преступление, сотрудники милиции обратили внимание на отсутствие сотового телефона девочки. С большой долей вероятности можно было предположить, что Душегуб его похитил. Если в дальнейшем он не избавился от него, то появлялся шанс определить его примерное местоположение. Обращение к сотовым операторам позволило установить, что из телефона извлечена сим-карта, однако батарея оставалась в корпусе и местоположение телефона определялось без особых проблем. Устройство 22 и 23 мая не использовалось и все время находилось в Кировском районе. Возможно, монстр оставил его по месту проживания. Если преступник действительно проживал в Кировском районе, то это хорошо соответствовало предположению о его причастности к расправе над Лидой Погодиной. Ведь обычно сексуальные преступники начинают совершать преступления поблизости от места жительства и постепенно расширяют место своей охоты. Следствием было принято решение сосредоточить все усилия по поиску маньяка в Кировском районе. К работе были привлечены участковые милиционеры и оперативные сотрудники райотдела. Задача сводилась к выявлению мужчины, соответствующего описанию. Человек этот, скорее всего, был судим, мог жить без регистрации и нигде не работать. В его розыске главную роль должны были сыграть оперативные возможности органов милиции на территории района. Милиция сработала на отлично. Конфиденты сообщили, что в квартире некой 35-летней Тамары обитает человек, который отлично соответствует приметам преступника. Рост несколько ниже 180 см, брюнет, широкое лицо, шрам на верхней губе справа. Когда по указанному адресу прибыли сотрудники милиции, выяснилось, что мужчина отправлялся на халтуру в Калининский район и должен был возвратиться во второй половине дня. Человек этот официально не работал, однако подхалтуривал квартирным ремонтом. Звали подозрительного мужчину Вороненко Дмитрий Петрович. Он являлся гражданином Украины и подчеркивал это тем, что просил называть себя Дмитро, как это записано в его паспорте. Учитывая, что отец мужчины был киргизом, а сам Дмитро имел внешность далеко не славянскую. Когда во второй половине дня 24 мая Дмитро возвращался с халтуры, подошел к двери квартиры, его встретили неулыбчивые мужчины в штатском. Мужчина попытался бежать, но убежал он недалеко, был пойман, закован в наручники и посажен в автомобиль. Плакать Дмитро начал прямо в машине. В принципе, после задержания плачут многие, само по себе подобное проявление шока не является чем-то исключительным. Но подозреваемый помимо слез еще и причитал. Ну как же так? Ну что же теперь будет? Мне конец, да? Что же со мной теперь станет? Эти причитания и слезы попали на оперативную видеозапись, которая осуществлялась сотрудниками милиции. Проявленная Вороненко малодушие поразило даже опер сотрудников, задержанного толком еще ни в чем не обвинили, а у него уже случился нервный срыв. Вместе с тем такая реакция сама по себе выглядела саморазоблачительно. Люди, которые не знают за собой греха, держатся совсем иначе. Вороненко не сильно отпирался. Он быстро скис и признался в расправе сначала Лены Бойко в мае 2007 года, а потом в расправе Лиды Погодиной в декабре 2006 года. При обыске в вещах Дмитро был найден телефон последней жертвы. Но не только. У преступника оказался также телефон погибшей в марте 2007 года Алены Гнатюк, эффектной и яркой студентки 21 года. Это преступление никто с Вороненко не связывал. Алена предполагала провести ночь с 3 на 4 марта в обществе ухаживающего за ней курсанта военно-морского училища. Однако тому не удалось покинуть расположение части, и он сообщил Алене, чтобы та возвращалась к себе домой без него. Девушка вышла из станции метро «Черная речка» и написала ему смс-ку, в которой проинформировала его, что встретила друга и дойдет до дома вместе с ним. Гнатюк училась в университете морского и речного флота и родом была из Тверской области. Когда тело Алены было обнаружено и началось расследование, то посланную ей смс-ку расценивали как свидетельство того, что она повстречала возле станции метро знакомого со своей малой родины. Весной 2007 года палача Гнатюк искали в Тверской области, проверяя связи жертв там. Вороненко заговорил с Аленой возле станции метро и предложил ее проводить, поскольку дело шло к полуночи. Они прошли спокойно, разговаривая, около полутора километров, и только тогда Вороненко напал. Лишение жизни было совершено на ступенях, ведущих в подвал. Сам подвал был закрыт, и маньяк туда попасть не смог. Алена была задушена обрезком электрического провода. Кроме того, ее возраст и типаж совершенно не соответствовали тем, что отмечались в деле Лиды Погодиной, поэтому неудивительно, что данные преступления между собой не связывались. Уже после дачи признательных показаний о лишении жизни Алены Гнатюк, Дмитро неожиданно заявил, что им совершена еще одна расправа. Речь шла о преступлении, жертвой которого стала 19-летняя Екатерина Федотова, жительница Кронштадта, возвращаясь домой вечером 17 марта 2007 года. Нападение произошло в Калининском районе, рядом с домом номер 50, и оказалось во многом похожим на случившийся с Аленой Гнатюк. Злоумышленник сначала предложил проводить симпатичную девушку до автобусной остановки, а затем неожиданно напал. Для осуществления полового акта Вороненко затащил жертву на территорию стройки, там же спрятал тело. У жертвы Душегуб забрал сотовый телефон, наличные деньги и украшения. Ему очень повезло, поскольку тело обнаружили спустя более месяца, когда тающий снег и дожди уничтожили следы и в значительной степени разрушили биологические улики. Наконец, после всех этих признаний, Вороненко признался и в еще одном преступлении. 25 августа 2006 года он напал на 17-летнюю студентку лицея моды и жестоко над ней надругался. Преступление произошло на улице Лени Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Потерпевшая несколько раз теряла сознание и приходила в себя. Ее беспамятство, по-видимому, и спасло ей жизнь. Вороненко бежал, посчитав, что жертва погибла. Дмитро Вороненко родился 29 июля 1971 года в Киргизской ССР в интернациональной семье. В возрасте 16 лет переехал в город Кривой Рог, в Украине, и там же еще в советское время закончил ПТУ. Впервые осужден за кражу в 1989 году, на три года, потом срок был продлен еще на два. После освобождения подался в Россию. В 1995 году осел в Петербурге, перебивался случайными заработками, регулярно воровал. Первый раз судим за кражу в 1997 году, был приговорен к двум годам лишения свободы условно. В 1999 вторично судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2000 – третье судимый за кражу. В ходе третьего суда признал свою вину, был амнистирован и освобожден из-под стражи в зале суда. В октябре 2001 года Дмитро Вороненко вновь попал под следствие, в этот раз по обвинению в четырех надругательствах, совершенных на территории Невского района Санкт-Петербурга. Уголовное дело получилось довольно сложным. Следствие и суд тянулись до декабря 2004 года. Приговором, вынесенным 23 декабря 2004 года, обвиняемому было назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Он должен был находиться в заключении до 4 апреля 2007 года. Однако случилось почти невероятное. Дмитро был оставлен в отряде хозобслуги следственного изолятора и, собственно, в ИТК так и не попал. Он так хорошо обслуживал администрацию изолятора, что та ходатайствовала о досрочном освобождении. В характеристике на Вороненко сообщалось, будто он ранее не судим и отличным трудом дал пример исправления, что не соответствовало действительности. Вороненко на территории России был судим неоднократно и имел взыскание, наложенное администрацией за сокрытие двух заточных предметов. Кроме того, администрации изолятора «Кресты» было известно о угрозах с его стороны в адрес подследственных. Появление странной характеристики, как и сам факт оставления Вороненко в крестах после вынесения приговора, можно объяснить сотрудничеством осужденного, суперчастью изолятора. Проще говоря, преступника, по-видимому, использовали в оперативной работе среди находящихся под стражей в качестве подсадного. Так это или нет, никто никогда не скажет. Но без подобного предположения досрочное освобождение будущего душегуба объяснить сложно. Примечательно, что суд Невского района отклонил ходатайство о досрочном освобождении Вороненко. На это решение осужденный подал касационную жалобу в городской суд, который отменил решение районного суда и постановил провести новое рассмотрение. В результате будущий палач в марте 2006 года вышел на свободу. Согласно условиям освобождения, он должен был быть выдворен из России. Но по странному стечению обстоятельств, управление ФМС по Санкт-Петербургу не озаботилось этим пустяком. В результате сексуальный преступник-рецидивист, и притом иностранный подданный, остался на территории России. Если бы не условно-досрочное освобождение из-под стражи, то как минимум три из четырех жертв Вороненко остались бы живы. Остается добавить, что 20 марта 2008 года Вороненко был приговорен к пожизненному заключению. Примечательно, что обвинение требовало казни подсудимого. Осужденный пытался обжаловать приговор в Верховном суде РФ, но высшая инстанция оставила его без изменений. В настоящее время Вороненко жив, относительно здоров и отбывает пожизненное наказание в колонии Полярная Сова.